Девушки отдыхают. Мам, мы ее видели. В общем, папа полный дурак, если мог повестись на ее внешность. И на две извилины. А чего нас на ужин? Петь! Петя! Аль, ну не сейчас, я устал. Я не об этом. Я тут кое-что придумала. Только ты сразу не говори нет. А давай перепишем твою фирму на меня. Не понял, зачем это? Потому что при разводе Ольга отсудит у тебя больше половины. А пока ты не развелся, можешь быстро переоформить все на другого собственника. У меня, кстати, есть хороший нотариус, надежный дядька. Как тебе идейка? Супер? Я подумаю. Петь, ты что, что тут думать? Это единственный способ сохранить твои активы. Спи. Петь, ну ты со мной согласен? Ну ты же не будешь сейчас посреди ночи звонить своему нотариусу. Ну сейчас не буду, а завтра позвоню. Доброе утро. Доброе утро. Уже уходишь? Да. У меня сегодня еще начну дежурство, так что вернусь завтра. Ага. Юр, тебе нужна новая куртка. Это же еще та, что я тебе покупала. Она уже не модная, да и произносилась. Не знаю, мне нормально. Давай завтра сходим, купим другую. Женский взгляд со стороны никогда не помешает. Стелла, меня в моей одежде все устраивает. Ты сегодня еще можешь побыть с мамой? Без проблем. Тогда у меня к тебе просьба. Мама не хочет, чтобы я вызывал ей кардиолога. Вызови ей, пожалуйста, участкового. Пусть он ее посмотрит. Хорошо. Не волнуйся. Хорошего дня. Спасибо. За маму спасибо. Стелла? Ну, как у вас налаживается? Ничего, ничего. Ничего. Шажочек за шажочком. Может и сладится. А участкового врача, наверное, не вызывай, не надо. Но выписывает мне разные гадости. Сама знаешь. Можно? Извините. Я хотела узнать, какие документы нужно, чтобы взять Академоотпуск. Ты уже сегодня вторая с таким вопросом. Тоже беременная, что ли? Деканат? Кто? Тань, Максим Галицкий наш? Наш. Такой красавчик с третьего курса. Что он натворил? Наш Галицкий наш. Ужас. Ужас. Что? Разбился на мотоцикле. В больнице, без сознания. При нем студенческий был. Просили родственникам сообщить. Какая больница? Областная, вроде. Ужас. Извините. Девушка, девушка, скажите, где операции делают? В операционной. Где это? Девушка, чего вы кричите? Это там. Мой молодой человек, мы не под... Это вы стучали? Да. Скажите, там Макс... Максим Галицкий, что с ним? Матациклист? Да. Вы родственница? Да. К сожалению, несостояние критическое. Но врачи делают все, что могут. Он умрет. Мы всегда надеемся на лучшее. Не стучите. Ждите. Оторвись и перекуси. Вот препараты, которые застряли на таможне. Среди них вакцины, которые их все так ждут. В следующий раз можем не выиграть тендер. Представь себе, как Чернок будет счастлив. Петенька, ну не волнуйся ты так. Все как-то решится, ты же не виноват. Тоже мне вопрос жизни и смерти. Пей, а то остынет. Я поговорила с Николаем Павловичем. Кто такой Николай Павлович? Ну, нотариус. Он сказал, что все сделает в любое время. Ты об этом. Слушай, Аленька, давай не будем торопиться. Я решу все вопросы с Ольгой сам. Петенька, ты ничего с ней не решишь. Ты видел, как твои дочери на меня отреагировали. Я уверена, что она еще хуже. Она на тебя злая и обдерет тебя, как липку. Да я тебе, как женщина говорю. Да, Грабин. Ешь варку. Да-да, я занимаюсь вакциной, да. Думаю, в ближайшее время. Совершенно верно. Послушайте, ну не все от меня зависит. Это просто форс-мажор. Ты ко мне? А я думал, ты пришла прощения попросить. Простите. Вы не знаете, операция уже закончилась. Ну, одна операция закончилась, другая скоро начнется. Здесь, в принципе, запрещено находиться. Ты что здесь делаешь? Не надо. Человек один на мотоцикле разбился. Я жду. Понятно. Долго ждать придется. Почему он ждал? В реанимации. Оперировать пришлось с бригадой травматологов. Брюшное кровотечение остановили, селезонку ему сохранили, сильный ушиб головного мозга и перелом ноги со смещением. Считай, повезло, что парень жив остался. Пустите меня к нему, пожалуйста. А когда можно будет? Пока не знаю. Хорошо, я здесь буду сидеть, ждать, когда можно будет. И ночью. И ночью. Ну вот двенадцать, где они, а? Да не психой объявятся. Взрослые девочки. Ты лучше о себе подумай. Не хочешь Петю возвращать? Закрути с кем-нибудь. Господи, мне настолько не до этого. Мне надо работу искать. Надо думать, как жить дальше. Я думала, ты хандришь. Хотела тебя познакомить с кем-нибудь. Сама себя с кем-нибудь познакомь. Вон, семь лет уже, как развелась и одна. Я не одна. Я выбираю. У меня просто очень высокие требования. Ладно, пойду я. Алло. Добрый вечер. Это Юра Кулаковский. Ой, Юр, привет. Я сейчас не могу разговаривать. Извини. Я только хотел сказать, что твоя Лера у меня в больнице и останется здесь до утра. Как? Что с ней? С ней все в порядке. Она спит. Подожди, я ничего не поняла. Я сейчас к вам приеду. Как вас там найти? Спасибо, что подвезла. Пойди с тобой. Не надо, я забываю. Позвони мне потом. Ага. Ленка. Чише, подожди. Что? Пусть спит. Она переволновалась. У меня ночное дежурство. Я с ней побуду. Что значит побуду? А что с ней? Почему она здесь? Парень ее, Максим Калицкий, в ДТБ попал. Распился сильно. Пока я его оперировала, она подоперационной сидела. Потом захотела до утра остаться, чтобы его проведать. Молодец она у тебя. Да какая молодец? Она беременна от него. Он ее бросил. Знаешь что, давай я ее разбужу и повезу домой. Хорошо? Подожди. Сядь. Чай будешь? С жасмином. Какой чай? Не до чая. Оля, подожди. Может твоя дочь сама разберется, как ей поступать? Хорошо. Значит, я тоже никуда не поеду. Ну, значит, чай. Подожди. Парень этот, он как, он... Выкарабкается. А кто все эти люди на фотографиях? Мои пациенты. Я фотографировать люблю. Ну, и прошу их при выписке мне попозировать. Вот это Гоша. Бывший штангист, тяжеловес. Две грыжи. Крутой мужик. Это Вера. Гнойный аппендицит. Наркоза я никак не брал. Ну, а это Илюха Самохин. С жуткой ДТП. Из машины вырезали. Повозился я с ним. Ой. А я вот как-то даже фотоаппарат в руках не держала. Чего-то пофотографировала на телефон и все. Ну, привет, Орел. Ну, чего ты? Радуйся, что вообще жив остался. Будешь тут у нас отдыхать, круги вон по коридору наматывать. Меня зовут Юрий Михайлович. Я твой лечащий врач. Оперировал тебя. Не-не-не, погоди, ты не засыпай. Тут одна девушка к тебе просится. Всю ночь ждала, чтобы тебя увидеть. Привет, Макс. Тебе больно? Может, тебе что-то принести? Мозги бы ему новые не помешали, чтобы больше так не гонял. Он больше так не будет. Правда, Макс? Надеюсь, завтра твоего мотоциклиста переведут в общую палату. Попрошу, чтобы тебе сделали пропуск. Спасибо. А почему никто больше к нему не приходит? Мама Макса умерла год назад, а отца он вообще никогда не знал. Сам живет, учится, подрабатывает. Молодец, парень. Повезло тебе с будущим, зять Оля. Никакой Макс не зять. Мам, я замуж за Макса не собираюсь. Я просто приехала его поддержать. По-дружески. Спасибо большое. Спасибо, правда. Спасибо, Ваня Юрьевич Михайлович. Да не за что, это же моя работа. О! День добрый. Здравствуйте. Это вы простите меня, пожалуйста. Да проехали. Я не сержусь. Заметано. А как это Макс? Жить будет. Варень, а ты куда собралась? А я хочу посмотреть, как Гарик что-нибудь смонтировал. У нас в субботу в шесть вечера на кинофаке показ студенческих работ. Приходите. Посмотрите, как ваша Варя в кадре работает. Нет, спасибо. Варя в кино снималась? Надо же. Да, так вы тоже приходите, если вам интересно, конечно. Вход свободный. Ты не против? Нет, конечно. Тогда приду. Здорово. Спасибо еще раз. Мы пойдем. Спасибо огромное. Варя, не задерживайся долго. Мама. Мама, Оля. Всего хорошего. До встречи на кинофаке. До свидания. Всего доброго. Кто это был? А это был один хороший дядька. Хороший дядька. Привет. Устал? Нет, все отлично. Врач приходила? Да. Сказала, ничего страшного. Принимает то, что принимала. Буря магнитная. Влияет на сосуды. Ну что, поешь и пойдем? Куда? Ну, закуртка новая. Это забыл. А. Ну да, может, действительно обновить гардероб, а? Ну, конечно. Все одинаковое. Ма, тебе папа звонит. Ма! А? Может, и на прощение она думала просить. Вернуться хочет. Ма, бери. Да, слушаю. Алло, Оль. Я сейчас подъеду к твоей работе. Ты сможешь выйти? Зачем? Ну, не телефонный разговор. Я дома. Отпуск взяла. Ну, все, тогда еду. Жди. Ну что? Скал подъедет. Ну, видишь, все хорошо будет. Было очень вкусно. Так, я в университет еще на вторую пару успею. Беги, котик. Хорошо, конечно, что ты меня вытащила. Я уже тысячу лет не был в этом магазине, но, честно говоря, мне кажется, что мы купили точно такую же курку. Да тебе кажется. Юра, давай погуляем, как раньше. Помнишь, как мы в парке погуляли и целовались у каждого дерева? Стэл, вот как ты не понимаешь, что нельзя войти в одну реку дваждой? Не получится. Ну, не получится, если не стараться. Мы постараемся, правда? Не стал своим ключом. Так что у тебя за разговор? Может, обедом покормишь? По старой памяти. Суп с фрикадельками устроит? Более чем. Пойдем. Она тебя не кормит? Не начинай, а. Давай лучше обсудим, что это идет каждому при разводе. Это тебе. Это нам. Продолжать? Слушай, ну я серьезный. Ты будешь претендовать на мой бизнес? Это она тебя послала узнать. Ну, при чем здесь Аля? Я сам должен понимать. Оля, это важно. Конечно, буду. И на квартиру буду. И на машину буду. И на коврик в ванной буду. А еще... Где она? О, чашечка. На свою зарплату покупала. Ой, любимый муж разбился. Что же у нас осталось, а? Любимая жена. Где же она? Вот она. Все. Теперь делиться гораздо проще. Не осталось ни мужа, ни жены. Ты закончила? Петя, мне от тебя ничего не надо. Но вот доли девочек в компании должны остаться за ними. Поел? Иди давай. А то еще что-нибудь разобью сейчас. Случайно. Психопатка. Слышь, студент. Ты не знаешь, как называется беспорядочная половая связь? Двенадцать букв, вторая Р, последняя Т. Промискуитет. Надо же. Никогда не слышал. Промискуитет. А подходит. Молодец, студент. Разбираешься. Здравствуйте. Вижу, вы не спите. А я тебе бульон принесла. Юрий Михайлович сказал, что можно. Ты как? Живой. Ну, это самое главное. Так. Я не буду. Будешь. Если он не хочет, я могу съесть. Он хочет. А вам я могу предложить яблоко или апельсин. Яблоко. Я в университете договорилась, что ты сессию будешь сдавать прямо отсюда. С английским я тебе помогу, а с остальным разбирайся сам. Лера, почему ты ко мне ходишь? Потому что потому. Серьезно, я ведь гад последний. Ну, не последний. Я думаю, еще парочку можно найти. Почему ты такая хорошая? Такая уродилась. Ты тоже хороший. Просто ты еще об этом не знаешь. Суп будешь? Угу. А ты почему еще не готова? Время, а? Слушай, ну я же сказала, что никуда не пойду. Я вообще считаю, что Варьке в кино не место. Вот и посмотрим, там мое место или нет. Собирайся. Хочешь, иди сам, пожалуйста. Я смотрю, ты вон подготовился, новую курточку надел. Ну да, сказали, что модная. Угу. Варе будет очень приятно. Ну, сама подумай. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Теряем время. Теряем время. Тер Wrapina. Терpain. Терпain. Терпain. Терпапин. Простите. Простите. Эль, удивляйтесь. Такие формы жизни, как вы, вам приходится списываться. Но не надо просто. Вы меня слышите? Я всегда вас слышу. Всегда, когда вы жалуетесь. Всегда, когда вы ждете того, чтобы поблагодарить, плачьте или горюйте. Ах, люди. Такие люди. Я прошу вас, не надо. Просто назовите мне три вещи, за которые вы любите жизнь. Суста, сирот и длиться с собой. Смех моего брата. Еще. Солнечный свет. Еще. Семейные замклики, прогулки по пляже, любая музыка. Я прошу вас, пожалуйста, не надо. Не сдирайте меня. Оля. Оля. Я домой. Если тебе все это нравится, можешь оставаться. Оля, ну ты чего? Варя, правда, очень хорошо сыграла. Ярко, эмоционально. Оля, стоит радоваться, что твоя дочь нашла себя и занимается любимым делом. Понимаешь, о чем ты говоришь, а? А будущее здесь в чем? В этой профессии нужно быть или лучшей, или вообще не быть. Это слишком категорично. А почему ты решила, что Варя не сможет стать лучше? Я тебя не понимаю. Вот именно, что ты меня не понимаешь. Были бы свои дети, тогда бы понял. Ладно, не провожай. Ладно, хорошо. Давай. Ну, ладно, ладно. Ладно. Почему ты ушла и меня не дождалась? Тебе не понравилось, да? А все так аплодировали. Мне очень понравилось. Правда? Угу. И я думаю, что именно ты все делаешь правильно. Надо найти себя и заниматься любимым делом. Мамочка, я тебя очень люблю. Ты у меня самая-самая лучшая, самая умная и красивая. Что ты здесь делаешь? Ты поздно. Не надо, Стэл. Почему? Потому что я не хочу. Иди к себе. А раньше хотели? Хотел. Раньше я и ребенка хотел. Но только ты не хотела. Все потом, а потом. Только вот это потом никогда не наступило. Я рожу тебе ребенка. Нам рожу. Я сделаю все, что ты захочешь. Я... Я люблю тебя. Поздно об этом говорить. И бессмысленно. Зачем обманывать себя и друг друга? У меня нет никого дороже тебя. У меня вообще никого нет. И кто в этом виноват? Маме уже лучше. Спасибо тебе за помощь. Но тебе лучше уйти. И начать свою жизнь собственную. Понять, чего ты хочешь на самом деле. Ты меня выгоняешь. Я прошу тебя. И что мне сказать нотариусу? Аленька. Ольга не будет претендовать на наследство. Так что нотариус не нужен. Извинись и откажись. И ты ей поверил. Ну, квартиру я все равно им оставлю. И это не подонок какой-то. Ну, и доли девочек компании, конечно, за ними останутся. Это ведь их наследство. А тебе все наши привет передавали. Спрашивали, как ты там. Спасибо. Лера, привет. Привет. А мне вот Юрмих разрешил выйти ненадолго. Ну, это здорово. А я тебе блинчики принесла. С творогом. Ты что, Грабина? Мать Терезы записалась. Помолчи. Ладно. Я вижу, тут лишнее. Пойду. Пока, Максик. Целоваться не будем. Отойдем? Для информации. Моя мама тут знакомая работает. Так она сказала, у Макса дела плохи. Что-то там не срастается. Хромать всю жизнь будет. Мне его жалко стало, вот я и пришла. Такой чувак был. А теперь инвалидом останется. Обидка. Сама ты инвалидка. О чем говорили? Или это секрет? Нет, конечно. Она сказала, что ее мама здесь работает знакомый врач. И что? Ну, что они разбирали твой случай. И все удивляются, как быстро ты идешь на поправку. А вот съешь мои блинчики и вообще побежишь. Лера, как там ребенок? Отлично. Я хочу, чтобы у меня мальчик родился. Вырастет. Будет меня защищать. Академку возьмешь? Ну, да, год пропущу, не страшно. И мама обещала помочь. А потом? А что потом? Диплом получу. Работать буду. Сына воспитывать. Привет. Я ненадолго. Мне справочник нужен. Книга по фармакологии. Не знаешь, где она? Что-то я не видела, чтобы ты ее в руки брал. Ну, вот. Сейчас понадобился. Ну, наверное, там, где всегда был на месте. Я его, наверное, на работе забыл. Что-то перепутал. Слушай, ну, а как вы тут вообще? Как девочки? Они на звонки мои не отвечают. У вас все в порядке? Ну, да, ничего так. А забыла тебе в прошлый раз сказать. Ты и Петь у нас будешь дедушкой. Это что, шутка такая? Да нет, самое что ни на есть. Правда, наша Лерочка беременна. Ты так спокойно об этом говоришь? Кто он? Я ему уши оторву. Да не надо, не надо. Они сами разберутся. Ну, ты же разобрался, что Лере нельзя. Она взрослая. Какая она взрослая? Это потому, что ты ей всю жизнь потакала. Где она, а? Я спрашиваю, где она? В университете? Ты решил повоспитывать. Не поздно. Ты мне не ответила. Она у своего мальчика в больнице. Адрес. Адрес. Варька у меня очень классная. А хочешь, что она завтра со мной придет познакомиться? Ты постарался, да? Папа, что ты здесь делаешь? Это он? Папа. Он, значит, молодец, удалец. Ответишь? Папа! Перестань. Макс только после операции. А ты вообще... Вообще помолчи! Делай аборт. Если еще не поздно, денег я дам. Ничего я не буду делать. Ты хочешь жизнь свою поломать? Я выйду из больницы, мы с Лерой поженимся. Детский сад. Поженятся они. Кто вас кормить будет? Ребенка твоего кто кормить будет? Сами прокормимся. У вас ничего не попросим. Прости. Да, Аля. Я занят. Ты меня очень разочаровала, дочь. Причем ты это сказал? Чтобы папа отстал, да? Нет. Юрочка. Стэла весь день проплакала и ушла. Ты ее обидел? Я всего лишь сказал ей правду. И вежливо попросил уйти. Кстати, хватит заниматься самолечением. Я тебя в санаторий отправлю. Сегодня же займусь путевкой. Не надо в санаторий, сынок. Я лучше дома. Юра. Я волнуюсь о тебе. Нельзя быть одному. Я прошу тебя, помиритесь. Стала ведь неплохая. И хозяйка из нее хорошая. Но ведь бывает же такое, что прежние супруги сходятся вновь. Бывает, но не в нашем случае. Почему? Юра. Посмотри на меня. Сыночек. Я так хочу тебе счастья. Я знаю. Знаю вам. Мне нравится другая женщина. Другая. Другая? Ее зовут Оля. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 А, ты здесь? Привет. О чем задумал-то, милый? Ну, ты, конечно же, со мной на свадьбу, Лера, не пойдешь. Ну, конечно, нет. Что мне там делать? Меня там никто не рад видеть. Понимаю. Ну, зато я встречусь с Ольгой, и, наконец-то, договорюсь о разводе. Ну, да. А когда свадьба? В воскресенье. Милый, я тут случайно узнала, что Чернов нашел одного литовского дистрибьютора, торгует американскими витаминами, хочет минимальный процент. Но я его по своим связям пробила, он прилетает в воскресенье вечером, у него есть пару часов между пересадками. Ну, ну, умница! Ну, отлично! Свяжемся, пригласим в ресторан, обсудим детали. А не получится, у тебя же свадьба в воскресенье. Точно, свадьба, черт! Слушай, а так было бы здорово Чернова по носу щелкнуть. Он в последнее время совсем обнаглел. Жаль, значит, не судьба. А давай ты с ним сама встретишься. Я не против, но только я же контракт за тебя не подпишу. Ну да, точно. Черт, ну что же придумать, а? Давай ты с ним встретишься, обсудишь все детали, а я потом сам с ним свяжусь, полечу и все подпишу. Это очень долго. Я думаю, он может передумать. Знаешь, у меня есть другой вариант. Но это если ты мне доверяешь. Доверяю, конечно, доверяю. Ты мне выписываешь генеральную доверенность на право подписи. Я все подписываю и приношу тебе на блюдечки. Не знаю. Ну что ж, Черно не будет сидеть ложа руки. Погоди. Хорошо, я выпишу доверенность на один день. Но только все проверь сто раз. Сроки, поставки, все. Обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!